добрый день дорогие мои друзья вы находитесь на канале галина коломейка кройка и шитье и сегодня мы продолжаем с вами тему моделирования мне хочется немножко отвлечься от фигурок животиком хотя мы к ним будем возвращаться периодически потому что и не только к таким сложным особенным трудным и не не привычным но сегодня хочется сделать подарочек для девочек достаточно стройных правильных асимметричных но и в общем то очень таких вот привлекательных у которых и пропорции хорошие все стоит на своих местах значит на просторах интернета именно в пинтересте я увидела вот такое вот платье как она выглядит спереди давайте посмотрим хорошо и вот так она выглядит у нас со стороны спинки и конечно же прежде чем приступить моделирование мне захотелось показать как вам смоделировать такое платье есть при условии если у вас уже есть построенная и выверенная ваша базовая конструкция потому что сегодня мне кажется но как нельзя лучше отражает темы сегодняшнего дня это изделия на запах вот такие драпировки да это и вот такие вот рукава крылышки которые мы много лет не могли шить а сейчас мы себе их спокойно позволяем да это и минимальные вот такие какие-то формы нашей одежды которые в общем то подойдут многим и многим и многим из нас вот вот такой вот простая обычная база но она декорирована тем что добавлены рукава крылышки добавлен достаточно большой вырез и вот такой вот запах на полочке это такая история с полочкой а вот на спинке у нас есть средний шов у нас есть талиевые вытачки и у нас есть шлица который оформляется в среднем шве а вот в этот вот шовчик средний еще вставляется вот такая вот застежка молния я перерисовала это все нам с вами на на бумагу составила технический эскиз кстати говоря вот здесь я немножко неверно отразила на спинке у нас тоже вот такой вот вырез но вы понимаете что это уже конечно же детали да то есть вот этого и вот этого на спинке у нас может не быть но это не самое главное с большим интересом для нас представляет вот это изделие на запах и я думаю что полочки заходят друг на друга и дотягиваются буквально до бокового шва смотрите полочка получается отрезная по линии талии вот этот шовчик на фотографии он спрятан под поясочек который тоже начинается от боковых швов но я не уверена что это нам нужно посмотрите как это выглядит по-моему вот этот вот бантик который здесь расположился да и вот этот пояс который живет только на передней половинке он как-то существует сам по себе и мне это не кажется интересным если бы я уже делала пояс то я бы делала его целиком но так как у нас активная драпировка вот здесь впереди я думаю что нам здесь какие-то еще бантики привязывать по-моему это будет лишним поэтому предлагаю вам вот такую версию точно так же вы легко можете сделать отрезную талию и со стороны спинки и от этого ваше изделие ничуть не станет хуже но мы разберем его в том виде в каком предлагает нам уважаемый пинтерест и так спереди изделие отрезной по линии талии с спинки нет и вот этот запах куда он уходит я его повторяю я его повторяю то есть вот эта часть у нас внизу она двойная в буквальном смысле слова и крепеж идет тоже к боковому шву нашей полочки что нам нужно сделать для того чтобы по выполнить вот такую вот задачу и смоделировать вот такое вот интересное изделие прежде всего нам нужно построить базовую выкройку базовая выкройка она выглядит обычно у нас вот так спинка полочка и какой-то рукав но прежде чем построить эту базовую выкройку вы должны знать свои мерки и конечно же те прибавки которые будут работать на нашем изделии так как мы видим что спинка нашего изделия очень плотно прилегает к телу и драпировка вот это будет смотреться только тогда когда прилегание плотно и то прибавки должны быть нулевые и так прибавку по груди я бы сделала один сантиметр и ни в коем случае не больше прибавку по талии я бы сделала ноль сантиметров прибавку по бедрам я бы сделала один сантиметр и не больше и прибавку к обхвату плеча я бы сделала так как он будет очень сильно у нас раздвигаться в разные стороны ну допустим там один тот же самый один крайнем случае два сантиметра то есть 4 5 делать это уже не нужно потому что нам все равно нужно пройму подружить с окатом рукава видите пока то рукава у нас нет никакой сборочки то есть должна быть посадка но не более того посмотрим же что у нас из этого получится и так идем дальше предположим что мы вот такую базовую конструкцию с вами построили и именно вот эта полочка спинка и рукавчик отвечает нашим прибавкам и нашим меркам работаем дальше для этого начнем с самого простого убираем это в сторонку мы строим вот таким вот образом спинку видите какая у нас получится спинка то есть что я сделала я выбрала длину изделия 70 сантиметров и достроила вот таким вот образом спинку спинка у нас стала длинненькая такая какая она нам нужна а прибавки повторяю они здесь выдержаны что дальше нам нужно сделать с этой истории совсем совсем с этим давайте вот так вот и и оформим так но я приклею где-то так закреплю чтобы у нас держалась нет у меня сегодня клея значит будет так как будет у нас пусть у нас так держится и так что он мы должны добавить в нашей спинке для того чтобы было то же самое что мы видим на техническом эскизе на нашем рисунке прежде всего мы видим там шов если у вас появляется шов тогда вы вот эту вытачку которая у вас на спинке была допустим четыре сантиметра вы уменьшаете на полтора сантиметра и вот эти полтора сантиметра откладываете от среднего шва спинки к нашей вот сюда влево то есть как бы выполняете небольшое приталивание в среднем шве верхняя часть этого приталивания смотрит на область лопаток где у нас область лопаток вот здесь значит нужно этот шовчик нарисовать вот сюда и спинка будет выглядеть следующим образом так там еще не будем рисовать потому что мы не оформили вырез вот так вниз мы должны уйти к линии бедер линия бедер у нас где-то вот здесь значит прямая совершенно линия идет к линии бедер дальше у нас есть шлица маленькая шлица сзади значит я оформляю крошечное отведение буквально миллиметров пять и средний шов по спинке оформляю с отведением вот таким вот образом низ у меня уже за ужин и ширина шлицы скажем 6-7 сантиметров откладываем эту величину вот здесь выбираем уровень шлицы ну давайте сразу высоко и и вот так вот поднимем вот на этом месте так и добавляю припуск на обработку шлицы то есть вот это вы должны оформить и добавить к нашей базовой конструкции уже на ткани вот так мы выбрали с вами шлицу теперь что дальше так как мы вот эту вытачку уменьши уменьшили на полтора сантиметра мы должны ее переоформить и кроме всего прочего я люблю чтобы эта вытачка сдвигалась немножечко вбок вот таким вот образом вот таким вот образом тогда ваша спинка будет выглядеть всегда очень изящно когда акцент сводится в качестве вытачек сводится в сторону бокового шва то наша фигурка кажется нам уже уже и стройнее то есть включается в работу вот такие вот оптические иллюзии вот как оформилась у нас наша спинка затем здесь я оставляю боковой шов таким какой он у нас есть так прошу прощения не очень ровно получается ну вы меня поняли так и с горловинкой я еще немножко поработаю я вернусь к нашей горловинке тогда когда у меня будет уже построена наша полочка единственное что я могу сейчас сделать я могу сделать следующее я немножко на полтора сантиметра укорачиваю свою пройму укорачиваю свое плечо и линию проймы оформляю уже в готовом виде вот таким вот образом это нам нужно для того чтобы плечики не смотрелись очень широкими но что еще теперь я выбираю ширину плечика можно даже и здесь это сделать видите какое у нас не широкое плечико узенькое плечико я думаю что это примерно сантиметров 5 где здесь у нас будет сантиметров 5 вот где будет сантиметров 5 здесь о чем еще нужно помнить смотрите друзья когда вы выбираете вырез горловинки и хотите его сделать довольно таки открытым то нельзя забираться дальше ширины плеча ширина плеча 13 сантиметров значит 6 с половинкой должно быть от горловинки до выреза и 6 с половинкой должна остаться у нас вторая часть плечика вот она у нас 6 с половинкой есть если я выброшу вот здесь вытачку у меня тоже будет 6 с половинкой сантиметров значит выбрав вот эту величину 5 сантиметров я как раз оказалась там где хотела быть потому что если у нас здесь будет 4 сантиметра у нас уже будет риск видимости нашей бретельки которая у нас живет всегда во второй половинке плечика а если я уже вот это все выбрала и уточнила я могу просто напросто взять и вырез на спинке сзади оформить очень сильно вырезать я его не буду и хочу его сделать например вот таким вот и все и спинка у нас с вами до конца оформлена переходим к полочке отложим пока спинку в сторону и так у нас полочка полочка выглядит она более сложная мы с ней поработаем сейчас подольше это базовая конструкция полочки а вот я ее изменила для того чтобы подготовила вам для того чтобы работать с платьем смотрите прежде всего юбочка нашего платья так как прибавки по талии нулевые то юбочка у нас будет сидеть на фигурке очень плотно очень плотно но у нас изделие отрезное по линии талии давайте посмотрим сюда видите отрезная линия талии значит прежде всего мне нужно отрезать вот эту талию и кроме всего прочего наш лиф представляет собой асиметричную какую-то историю да он асимметричный но запах проходит до бокового шва поэтому мне нужно в работу брать две наших полочки посмотрите я взяла какую конструкцию сделала себе да и после этого я могу спокойно отделить линию талии потому что юбочка у нас будет со сгибом и вот она уже у нас готова мы можем ее собственно говоря вот так вот сюда прикрепить и здесь уже ее и как бы обвести да ну обводить будем немножко попозже пока давайте просто ее вот сюда прикрепим хотя почему позже давайте все сделаем сейчас самое сложное оставим на потом 13 минут да очень интересно как время быстро летит значит здесь у нас сгиб нашего изделия он так и остается мы просто рисуем вот такую прямую линию да по линии низа у нас так все и остается так боковой шов посмотрите как будет оформляться значит вот эта выточка она тоже остается мы ее сохраняем а помните мы юбки делали мы на полтора сантиметра вот здесь поднимались и точно так же нам нужно выполнить этот подъем и на нашей юбочке потому что это юбочка мы любим прямые уголочки мы следим за ними и подъем будем рисовать вот так так и вот так вот это мы должны с вами добавить чтобы вот в этом месте получился прямой уголочек чтобы мы могли достроить юбочка у нас готова 14 минут ну что ж давайте закончим тогда с рукавчиком и потом мы перейдем к нашему лифу видимо придется снова сделать перерыв что с нашим рукавом посмотрите пожалуйста сюда рукавчик представляет из себя вот такое активное активное крылышко здесь мы ему применим лучевую раздвижку чтобы она у нас выполнилась мы рисуем вот такие вот лучики так называемые чем больше будет этих лучиков тем сильнее у нас будет вот эта самая лучевая раздвижка я выбираю расстояние между лучиками и провожу вот такие вот вертикальные и параллельные друг другу линии я думаю многие из вас владеют этим приемом да вот очень не люблю линейки непрозрачные потому что не могу контролировать параллельность линии вот видите чуть чуть немножко сбилось после того как мы нарисовали вот такие лучики мы начинаем нашу нашу выкройку разрезать по ним причем режем не до конца оставляем только 1-2 миллиметра для того чтобы это все у нас красиво красиво раскрылось вот так вот так еще наш рукавчик в серединке имеет разрез но вы тоже можете сделать этот разрез я не буду на нем заострять внимание потому что это очень просто давайте этот рукавчик расположим мы вот здесь я хочу его сделать очень 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 широкий вот так вот так вот так и вот так я его сделаю и в эту сторону вот так вот так и вот так вот смотрите какой у нас широкий красивый получится рукавчик давайте мы его сейчас прикрепим в нескольких местах и оформим до конца чтобы у нас эта задачка была нам понятна значит вот эти вот расстояния должны быть одинаковые между когда мы выполняем лучевую раздвижку мы должны следить чтобы выбрав вот такой треугольничек все остальные у нас открывались на такую же величину то есть вот так и вот так вот видите как и этот тоже вот на такую же величину открывался вот так получается и и этот тоже на такой же треугольничек открывался это для нас достаточно большое имеет значение и какой же у нас будет результат результат будет следующий верхняя часть остается неизменной потому что никакой сборки там нет вот так это плечико контрольная точка обязательно мы немножко расширяем свое изделие и по боковому шву потому что нужно поддерживать так сказать вот эту вот это расширение нельзя расширять только в серединке и заужать по бокам ну а дальше у меня получится наверное не очень здорово но я постараюсь это сделать как можно ровнее и вы чтобы вы увидели это наглядно вот такой вот активный рукавчик будет у нас с вами строится мы применили сейчас такой прием моделирования который начинает называется лучевая раздвижка смотрите как красиво это у нас все получилось и вот это здесь я отрежу такой маленький треугольник птичку потому что я показываю что это передняя половинка рукава ну время наше уже опять вышло поэтому делаем коротенький перерыв и продолжение следует самое интересное нашу полочку мы с вами построим в следующий раз до новых встреч всегда ваша Галина Коломейко